Наша тренировка для лимитов НЛ-25 и ниже. Будем разбирать ваши вопросы и раздачи. Сегодня Настя предложила тему разобрать низкие спаренные борды. Попробуем их поразбирать. В частности, вот борд 8-8-3, например, ну или аналогичный, там 7-7-3, 6-6-3. Как играть там агрессору и колеру в поздних позициях. Довольно интересная тема. Ну, разберем еще попутно ваши раздачки, которых вы, слава Богу, выкладывали. Есть о чем поговорить сегодня. Итак, начнем с низких бордов. В поздних позициях спаренные низкие доски обычно по таким доскам чувствуют просадку как колер, так и прифлопрейзер. То есть, как прифлопрейзеру, так и колеру тут не хватает валью рук. Но перевес по эквити, скажем так, по сильным рукам есть у прифлопрейзера. Потому что у него есть тузы, короли, дамы, валеты. А, скорее всего, у ББ их нету зачастую. Также такие руки, как туз король, туз дама. ББ тоже очень часто трибетит. Если еще и диполярно трибетит обычно, уже с ББ, то таких рук просто у ББ нету. И ББ просто не с чем защищаться. У него тут покет пар не так много. И получается, флотить тоже ему тяжело без позиций. То есть, какую-то руку типа 9-10. Если нету бэкдоров, тяжело с бэкдорами. Смотрим на сайзинг ставки. То есть, очень тяжело, потому что никакого шоу-даун-вэлью в 9-10 нету. То есть, у ББ массивная тут просадка идет. И получается, что баттон может здесь конбетить. Причем, конбетить здесь, имея широкий рейндж, есть смысл конбетить в треть пота. То есть, сейчас мы разберем эту ситуацию в флобзиле. Если у вас будут вопросы какие-то, задавайте. Сейчас мы разберем ситуацию во флобзиле. Чтобы показать наглядно, что можно конбетить, как защищаться может ББ. В принципе. Ну, скажем так же, что есть разные показатели конбетов у ваших оппонентов. То есть, как колер мы поговорим отдельно. Сейчас поговорим, наверное, от... Вот как мы при флоб рейзере. Рейзеры. Что мы будем рейзить на баттоне. Сейчас быстро забью рейнджи. Так, покет пары. Кучу сьютовых рук. Позабиваем сейчас. Все короли сьютовые. Так. Дама 8. В принципе, я открываю все одномастные дамы. Не знаю, как вы. Вот где-то так можно открывать баттон. Можно так, можно чуть меньше. Ну, в среднем 44% то, что я знаю, открывают люди. Кто-то больше, кто-то меньше. И теперь, как защищается ваш оппонент. Ну, тоже будем предполагать, что, допустим, он защищается в среднем 3-бете диполярно. То есть, много-много сильных рук у него в 3-бете. Сейчас зададим руки, которые оппоненты не всегда 3-бетят. То есть, в принципе, ну, Тузнаму тоже не всегда 3-бетят. То есть, такое что-то среднее дадим в альты. В принципе, мне кажется, на сегодняшний день всегда в 3-бете. Ни у кого в коле их не видел. Десятки, ну, девятки, не знаю. Девятки, наверное, больше колят. Оставим их в коле. Просто мне кажется, что так в среднем будут играть на лимитах более низких. Где-то с такими показателями. Вот коннекторы частенько уходят в 3-бет. Тузы одномастные уходят в 3-бет часто. Вот такие руки могут быть в 3-бете. Все остальное уйдет в кол. Если вы с чем-то не согласны, я, возможно, не обладаю последними данными, как играют люди на 025. Возможно, вы знаете другие тенденции, подсказываете. Но думаю, что любого туза будут защищать на наш open race. Там какие-то руки типа 7-8. Ну, что-то в таком духе, я думаю, будут защищать. Ну, конечно, зависит от нашего сайзинга. Обычно мы открываемся там 2,5-3б, я не знаю, как вы открываете. Что-то в таком духе, скорее всего, будут защищать. Что-то из этого будут под 3-бетчивать тоже. Где-то так. Я думаю, будут защищаться против стила. Одномастные дамы кто-то защищает, кто-то не защищает. Такую руку, ну, вот где-то так в среднем будут защищать. Я думаю, что я прав. Шире, я думаю, не будут. Теперь задаем доску 8-8-3 радужную. Соединяем эти досочки. Так. Раз и два. Все, соединили. И, как мы видим, у префлоп-райзера по такой доске общий рейндж имеет 52% эквити. У колера 48. То есть, есть перевес. Сейчас нажмем на график, посмотрим. Натцев, в принципе, здесь у обоих хватает. То есть, как мы видим, 8x рук у обоих оппонентов здесь много-много-много. Очень много. Но дальше у синего идет перевес за счет средне-сильных рук. И за счет вот этого перевеса, как раз мы будем здесь много конбетить. Оппоненту будет тяжело реализовывать эквити своих рук. Вот этих средне-слабых он должен будет много фалдить, потому что он без позиций. Ему очень будет тяжело реализовывать эквити посредственных рук. Вот что колер может здесь колить вообще, если у него такой рейндж. Скорее всего, колер не зафолдит ни одну пару. Ну, двойки, я думаю, что тоже не зафолдит на одну ставку. Также будет колить сильные туз хай. Где-то что-то в таком духе. Туз 10. Туз 9 уже не уверен, что будут колить. Двухкарточный бэкдор флэш-дро. И просто двухкарточные какие-то сильные руки с оверкартами. Да пускай все оверкарты, тогда он колит. И все тузы, что имеют оверкарты тоже. Вот все оверкарты, по сути, с бэкдорами. И все тузы, что имеют оверкарты. Что еще? Ну вот, как бы, смотрите, мы довольно-таки широко. Оппонент нас защищает все тузы. Практически, ну, много-много тузов. Давайте добавлять ему тогда тузов. То есть, шире, я не знаю, будут ли. Ну, на треть пота будут, может, и шире чутка колировать. Но сомневаюсь. Что еще, если мы поставим мало? Ну, не знаю. 7-6. Какие-то, может, такие руки, которые имеют потенциал какой-то непонятный. Ну, короче, как видите, тяжело. Тяжело с первого взгляда набрать руки для оппонента, для кола. И если ваш оппонент играет несколько столов, то он тут не будет заморачиваться. Он не будет выдумывать какие-то колы тут по непонятным рукам. Ну, возможно, еще тут король даму давайте добавим. Какие-то две сильные оверкарты, которые он может профлуатить. Но все равно, его кол далек от 50%. Очень тяжело защитить даже 50%. Если мы здесь, вы, например, поставите полпота, то требуемой фолдэквити 33%. А есть 54%. То есть, по сути, сюда можно лупить очень-очень-очень широко. А если вы поставите сюда треть пота, то вашу требуемую фолдэквити будет, сколько там, по ходу, 25%. То есть, оппоненту надо защищать 75%. Это просто нереально. То есть, он должен вас здесь много чекрейзить. Он должен здесь чекрейзить для того, чтобы... Он не может просто колон защищать слишком много рук, еще каких-то более слабых. Какие-то король хай, он еще может там на треть пота начать подкалывать. Но все равно этого не хватит. И получается, что у него все равно просадка. И он единственное, что может делать, блеф чекрейзы. Чекрейзы на вэлью. И мешать их с блеф чекрейзами. Таким образом сжигать какой-то ваш эквити. Если вы будете наказывать вас за широкий конбет, это, в принципе, будет некоторым образом компенсировать то, что он колон недостаточно защищает. Но, как бы, это ему не поможет. Не то, что не поможет, нет. Со средних тенденций такие борды крайне редко чекрейзят. То есть, есть оппоненты, которые их чекрейзят, но их единицы. Которые могут понимать, что вы здесь широко стоите. Но при этом еще они не только широко будут колить вас, но и широко чекрейзить. Или там, ну, понимая, что вы там очень слабы, потому что вы сюда часто ставите. Поэтому ставка в такой борт, она, в принципе, прибыльная. Сама по себе обычно. В таких позициях. Тоже будет касаться борта 777, 666, 3, 2 или 4. То же самое получится. Ну, и, как видим, с таким фалт-эквити мы должны проставлять просто очень много рук для блефа. То есть, все бэкдорные флэш-дро. Вообще все. Все оверкарты. Гатшоты, оверкарты. Все туз-хай. Все также мы заинтересованы проставлять двойки. Такие слабые пары мы заинтересованы тоже проставлять. Потому что, в чем прикол, зачем нам их проставлять? Потому что, по причинам для ставок, у нас есть с ними ставка. Мы хотим украсть оверкарты, чтобы оппонент фалт-дил оверкарты. И мы видим, что у него много оверкард к низким парам. Ну, вот, единственное, что тут можно чекать. И то, в принципе, здесь очень эти пары слабые. Это семерки, шестерки, там, я не знаю. Но тоже имеет мало смысла эти руки чекать. Потому что... Почему? Потому что к ним тоже много оверкард. На самом деле. Мы бы хотели провальюбетить. И, кстати, если оппонент будет так широко защищаться, то семерками, уже шестерками, там, это вальюбеты уже будут, скорее всего. Потому что слишком много туз-хайф у оппонента, каких-то король-хайф, если он так широко защищается. А если он так широко не защищается, то просто массивные фолд-эквити. Мы просто очень много крадем эквити рук оппонента. Ну, и вот, короче, как бы получается такая фигня. Мы тут сильно проседаем по эквити, но обычно никто это не эксплойтит. И здесь это нормально, потому что мы оверблефуем. Оппонент должен защищаться намного шире, если мы так начинаем ставить на таком широком рейнже. Ну, вот, как бы. Давайте посмотрим, какие руки имеют худшие эквити. Вообще, мне интересно, в нашем рейнже. Худшие эквити для ставки. Руки типа дама 2, suited какие-то. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...